Почитаем современные литературные пародии. Я обратился к пародистам из Петербурга. Это Эдуард Лопата, очень забавная фамилия Лопата, и Андрей Мурай. Ну, как обычно действует пародист? Он выискивает какие-то особые словечки в стихотворении какого-то поэта, особые выражения, особые фразы. И вот когда он находит, он цепляется за них и пишет пародию. Вот такой поэт Игорь Григорьев написал «Печального образа рыцарь, каких только чуд не чудил, в погоне за стервой жар птицей ни песен ни крыл не щадил». Пародия. У деда и бабки под лавкой облезлая птичка жила, и эта рябая мерзавка дряное яичко снесла. Дед бабку позвал истеричку, и оба, усевшись редком, взялись калашматить яичко чертовски кривым молотком. Но, впрочем, старались не слишком. Яичко разбило потом шальная приблудная мышка, махая плюгавым хвостом. И бабка проплакала глазки, а дед все смеялся шельмец. На этом конец нашей сказки. Поганый и гадкий конец. Поэт Ричард Красновский написал «Не усидеть, не устоять, Клоками зверски клацать, Седому волку сорок пять, Овечке восемнадцать». Пародия Андрея Мурая. С постыдной целью волк седой, Зубами клацнув зверски, Пришел к овечке молодой И стал охальник мерзкий Ей говорить, мол, ты скучна. Пойдем со мной на речку, Там будет нам светить луна. И в лес увел овечку. Пропало бедное дитя, Подумали соседи, Но крошка хвостиком крутя Вернулась на рассвете, А бедный волк лежал пластом В кустах у самой речки. Едва домой дополз потом. Такие вот овечки. Поэт Иван Жуфанов Написал «Я розы красные срезал, Чтобы тебя увидеть снова, Твои раскосые глаза, Как у Натальи Гончаровой». Вот так вот, ни больше, ни меньше. Как свеж букет был и красив, Такой подарит лишь влюбленный. Но ты, глаза свои искосив, Не отвечала утомленно. Конечно, розы хороши, Но их дарить совсем не ново. Ты лучше так стихи пиши, Как муж Натальи Гончаровой. А вот весьма оригинальные строчки У Геннадия Морозова. «Ту кокла кукша вдалеке, Порхала союшка стороженка, Терпел, скорлыкал кирзачами, А бочь сахатого тропа Велась сквозь тланники за нами». Это какая-то такая разработка слова, Новое звучание какое-то. Ну вот пародия. «Едва замыркался зарун, И расфурыкнулась над стрёхой, Сахатистый кайгач бурун, Закондобычил мажевохой. Свою бодлатую юлань По хряпку в ельнике с овалом И тронул кукшу с позарань, А та скорлыкать сразу стала. Колпон случился с кайгачом, В зеркалах злыбистых поблекла, Он кукши влындил кирзачом, Она брыкнула и скутокла». Да, чё только не пишут поэты. «Не беда, что давненько, братцы, Обмосковился крепко я». Надо ж так написать. Михаил Скуратов написал. А Эдуард Лопата и Андрей Мурай пишут. «Жарким августа мой, как хочется, Отодвинуть подальше дела, Напицундиться и обсочиться, И поялтить, в чём мать родила». «Надоело слоняться по улицам У прохожих журналов в руках, На картинках вовсю сингапурятся, Карл варится в жарких песках, Между пальмами африканятся, И на яхтах плывут с ветерком. Что же мне этим летом достанется?» Закричал я, врываясь в правком. «Вон другие курортица тысячами, Где же, братцы, путёвка моя?» Но в правкоме меня отмытищили, И опять обмосковился я. Вот оригинальные стихи у Сергея Панюшкина. «Над садами и над всем селом Седина полночная звездистость, Плёс реки, где под бугром паром Вызвездился звездами зерниста». Пародия. «Над селом звездился небосклон, Вызвездяй млечную пушистость. Я сумел прервать здоровый сон И просунул голову в окнистость. Звезденели звёзды вышине, Освещаю скотную двористость. А на ближнем поле при луне Баранила землю трактористость. Я рывком пижаму распахнул, Почесал умнистую пляшистость. И стихи такие звезданул, Шо настала лунная затмистость». Так, чё у нас дальше? Вот оригинальное стихотворение Анатолия Пчёлкина. «Что же ты так смотришь, Аробела, В этих строк начальную струю?» У меня аж корёжит. Пародия. «Что же ты, любимая, в печали, Не робей, не кисть, не улыбнись, Ты послушай, Строчки зажурчали, Устремивши в солнечную высь? Посмотри, струя их невесома, Уверяю, что в Петродворце Видели такую у Самсона. Но она без рифмы на конце. А моя позвончая, Не знаю, почему косятся на мою. Я, наверное, слабо заливаю, Вот и попадаю не в струю». «Дело табак» называется пародия. Но сначала прочитаем строчки. «Утро моё начинается кашлем После хорошей затяжки дымком, Так я воюю с наукой И каждым брезгующим табаком», Пишет Геннадий Космынин. Андрей Мура ему отвечает. «Утром наполнить спешу Хилые лёгкие, Пусть похрипят. Так я воюю с медициной И с утверждением курения яд. Это не просто щёки обвисли, Сердце в груди совершает прыжки, Выпали волосы, спутались мысли, Руки дрожат под глазами мешки. Но с ненавистным журналом Здоровье, Что издаётся на радость Ханже, Вплоть до победы Биться готов я. Врач успокоил, Недолго уже». Вот оно. Сейчас всё будет. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова